Рубина назвала проект Дэнни Пьянчушка, на самом деле. Я не знаю, я ошибаюсь. Дэнни Призрак, Дэнни Призрак, не слушайте её, Дэнни Пьянчушка. Всё, Дэнни Призрак, первая серия, вдруг зайдёт, вдруг нет. Я, кстати, не помню, это, кажется, из первой серии Jetix, сказки, Jetix, 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 Сатицу. Итак, Дэнни, вы хотите охотиться на призраков? Если честно, пап, я хочу быть астронавтом. Как нам быстро отец, сын в лёд просто объясняют весь лор. Простите, мистер Фентон, я занималась этим, но сейчас Призрак и Обыденность, вроде мобильников. С моими красотой и обаянием призраков ловить? Преступление. Тот, кто хочет стать ловцом призраков, должен знать несколько вещей. О нет, плохо дело. Да, я призраков не встречал, но я буду готов к встрече. И вы тоже. Хотите вы этого или нет? Начнём со снаряжения. Сэм Такер, это Фентон Термос. Ловушка для призраков. Пока он не активен, это просто термос. Термос, украшенный гордым именем Фентон. А это? Это Фентон Портал. Он выпускает призраков в наш мир самовольно. Однажды... То есть, это происходит периодически, и ни разу при нём призраки не вылетали? Прикол. Мне нравится, как нас быстро погружают. Да, да, да. И причём всё понятно. Да, да. Это ты не користку дараму смотришь, ты говоришь, что... Всё понятно. Я выясню, как он работает. Ну что, поохотимся? Ну надо же, ребята, они мели от радости. Что ж, продолжу говорить. Я родился много лет назад в лесной хижине. Точно не помню где, но помню, что хотел пони. Но не получил. Во время войны нам приходилось есть конину, мне было нелегко. Ещё один с флэшбэками вьетнамскими или флэшбэками второй мировой. Но жизнь Луиты со мной не смогла. Просто ботёк очень похож. Сейчас все батьки здесь, конечно, отхватили во время войны. Я просто по телеку, мне кажется, он как-то мелькал и может там от нечего делать. В году так пятого. Наверное. А, это родители его собрали. Смотри, это мама. Это мама. Классная мама. Она робот. Я не знаю, предполагаю просто. Прибор не заработал, взрослые ушли. И Дэнни внутрь заглянуть решил. И яркая вспышка всё изменирует. Перестройка по леку завершила. Отчувший сон посмотрел на себя. Волосы, как снег, зелёные глаза. Научился проходить сквозь стены и летать. Здорово от такого на земле не сыскать. Он сразу понял, чем должен заниматься. Не давать всяким хвалям наш мир. Пробраться за нас с тобой. Он будет драться. О, прикольно. Классно. Он призрак. Он призрак. Ну, он прям может превращаться в призрака и обратно возвращаться в человека. Нам показали генетическую модификацию. Да, охренеть. Слушайте, я, наверное, просто... Какой полезный опенинг. Я просто похлопаю, что сколько прошло время? За три минуты нас погрузили. Просто понятно всё. Всё объяснили. Дэнни призрак. Автор идей Бучхартман. Магическое мясо. Автор сценария Бучхартман. Марк Бенкерский в Мармал. Композитор Гаймон. Режиссёр Бучхартман. Ой, на самом деле я не смотрела этот мультик, но у меня вот это вот Бучхартман, вот эта вот заставка, вот это вот всё... Продюсер, не продюсер. Так это вот тебя окунает куда-то вот туда, в детство, в СТС, в каникулы. Я хочу посмотреть с вами... Это плохо, я хочу туда. Унш-пунш. Да? Так он назывался? Не знаю, не смотрела. Унш-пунш. Кажется, унш-пунш, да? Вот его бы я сам посмотрел. Я хочу зимние категоры 2006 года. У них очень сосредоточенный взгляд. Как у неё вот так волосы разом поместились, блин? Она робот. Она... Ты знаешь, в куклах как бывает, там вот волосы торчат, на самом деле они с обратной стороны. Так как она робот, она волосы втягивает в себя, внутрь входит, и можно надеть. Понимаешь, как это делать? Это здесь навряд ли объяснится, но благо, что вы сидите с нами, смотрите, будете эти маленькие подробности знать. Ещё пара дней и готово. Что говоришь? Готово? Фентон Радар готов. Этот малыш через спутник приводит прямо к призраку. А через что? К чему? Прости. Вас приветствует Фентон Радар. Рядом призрак. Идите вперёд. Призрак обнаружен. Благодарим за использование Фентон Радара. Что? Невозможно. Вообще-то, мне нужно с вами поговорить. Тебе нужно больше, Дэнни. Тебе нужна твёрдая рука и строгие родители. Милая, знаю, мы совсем не идеальны, но тебе всего... 16! Биологически, но физически я взрослая. Ещё одна сестра, прикол тестная. Я помню эти приколы школьные, когда все узнали про биологический возраст и про психологический возраст. Да, да, да. И каждый буквально хотел накинуть себе пару-тройку лет. Мне 16, но я мыслю, как 40-летняя уже опытная женщина. Да, 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 да. Я прошла тест. Я прошла афганскую войну и жила Афганом. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти её. Я не позволю вам заразить вашей одержимостью призраками. Это впечатлительное дитя. Идём, несчастное создание. Я отвезу тебя в школу. А сестра, что, в курсе, что он призрак? Ну, так очень, что она покрывает. Странно. Джесс ненавидит возить Дэнни в школу. Мне всё понятно. Это не наша дочь. Это призрак. Дэнни, это ловушка. Надо было им сказать. Зачем? Родители не слушают. Хуже того, не понимают. Почему они меня не понимают? Сэм, я говорю о моей силе, моих проблемах. О, да, я тоже. С той аварии прошёл месяц, а я лишь начал обретать контроль. Если меня раскусит, я сквозь землю провалюсь. Как сейчас приблизительно. В чём проблема, признаться, правда? Ну, то есть, какая-то должна быть угроза. Родители вроде бы принимающие. Более того... Ну, понимание, не факт. Ты никогда не можешь быть в подростковом возрасте уверен, что у тебя понимающие родители, даже если они реально понимающие. Потому что ты всё на цену не понимаешь. Потому что ты всегда думаешь, что у тебя это уникальная проблема, и никто в целом мире тебя не поймёт. Это особенность подростков, это нормальная тема. Проклятие! Если папа изобрёл прибор, случайно сделавший меня полупризраком, он мог бы изобрести что-нибудь, чтобы вернуться назад. Дэнни, ты стал особенным. Это клёво. Вот почему я ультрафторичная вегетарианка. А как это? Она не ест то, что было с головой. Ну, тоже мне за... О, это вполне себе логично. А что без головы? Всё. Вот она не ест всё, что было с головой. Это логично. Но, как понять, где голова у некоторых видов червей? Не, хорошо. У кальмара голова есть. Да, разумеется. Там проблема с мозгом. А у креветки? Да. Это голова? Да, это голова. Просто она такая же, как твоя шея. Очень короткая и соединена с твоим телом. Но это голова по-прежнему. Да. Слушайте, это очень удобная характеристика для того, что для вегетарианцев что есть, что нельзя. Потому что у нас очень часто встречаются люди, которые говорят, что рыбу есть можно. А икра? У нас же есть рыба, у которой есть голова. И яйца. И яйца. Головы там как таковой нет. Эмбрионы детские тоже там пока ничего не понятно. Это тоже можно есть. Плаценту женскую ее в некотором случае... Аааа! Извини. Слуга. Дэнни, три слова. Эксперт по мясу. Вчера вечером ты ел котлеты. Здорово. Мясо обостряет чувства. Мой роман с мясом длится 14 лет. И вот-вот закончится. Школьный совет наконец рассмотрит новое меню. Я их дожала. Постой. Новое меню? Ультрафторичная вегетарианская неделя? Что это? Бутерброд с травой? Что ты наделала? Такер, время перемен наступило. Я помню, как... Ой, как интересно. Я прям помню то время, какое-то засилие здорового образа питания. Все это пророщенное пшенице. Сейчас тоже есть, но просто в более каких-то разумных пределах. Но тогда это прям было что-то новое. Это было что-то новое, и поэтому это было повседнево. Я помню, моя мама выращивала травку дома. Я сидел там вот такие вот стебельки, мне насыпал эту травку, Саша, ешь, это полезно. Но пророщенная пшеница на самом деле очень вкусная, если она прям маленькая. Микрозелень вкусная. Но если ты ее запустишь, все равно ешь эти кухты. Что, зря выращивались? Ого! Кто-то изменил мое меню. По-моему, не лучшая идея. Ошибаешься. Мы извлечем призрака из Джесс с помощью фентон-экстрактора. Что, если Джесс не призрак? Вдруг мы причиним ей вред? Мэдди, фентон-экстрактор безопасен для людей. Разве что волосы может затянуть. Такие смешные. А еще я не понимаю, почему они портал этот до сих пор держат. То есть, они сделали портал, который произвольно открывается, никак его не стараются обезопасить. Странные ребятки. Видишь? Ты не находишь, что это перебор, Сэм, а? А, мисс Монсон. От имени Совета благодарю вас за идею этого полезнейшего эксперимента в нашем кафе. Мясо. Близко. Нет, нет, слухи о мясном столе для учителей истине не соответствуют. Еще раз спасибо. Благодарю. Спасибо тебе за обед из мусора, Сэм. Никакой это не мусор. Это вторичная органика. Это мусор. Она умерла? Нет. Кто-то изменил мой рецепт и вылезла очень похожая... Да, но это не она, это другая. Ультра-вторичное вегетарианское меню? Ребята, у меня проблема. Вентон! Теперь уже две. Я просил три плюшки. Знаешь, что мне принесли? Три плюшки грязи. Грязи! С пола! Все из-за твоей девчонки. Она не моя девчонка. Я не его девчонка. Это лучшие годы моей жизни. После школы жизнь поет на спад. Как можно наслаждаться популярностью жуя грязь? Вообще... Боже... Я только хотел сказать, что он обычный, стереотипный, бостонский какой-то пацан. сказали. Что-то это почва-грунт. Наплевать! Кушай, ешь все! Мусорный бой! Ты за это заплатишь, Фентон! Отлично. Я все еще его любимчик. Фентон... Фантом, наверное, просто его как-то по-русскому... Но он уже на N заканчивается, а не на M. Фентон. А не Фентом. Ну, в смысле, да. Фэнси. Фэнси давайте. Фэнси. Это будет легко. Она на мою бабушку похожа. Та вроде в актовом зале являлась. Здравствуйте, детки! Помогите мне! Сегодня на обед бифштексы. Но я не вижу бифштексов. Кто-то изменил меню? Да. Она! Изменила меню? Это меню не менялось 50 лет! Я только хотел сказать... Какая милая бабушка! Может, ее тут и оставить? Она вроде бы добрая призрака. Станьте позади! О, защитник! Я призрак! В каком получил свой костюмчик? Превращение идет как бы дополнением к приобретенным силам. Я приказываю! Пошла вон! Это не просто призрак. Это полтергейст какой-то. Они же не все умеют. Тоже вопрос поставил. Не все же призраки умеют двигать предметы. Правда? Ну, типа, есть же просто призраки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если я не стану супергероем, меня ждет блестящая карьера уборщика посуды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я заведую здесь обед священин! Есть правила! Хотите тортика? Очень жаль! Кто не соблюдает меню, не ест десерта! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, прикол! Что он сделал? Он, получается, может передавать свою силу, и все, до чего он касается, тоже может становиться призраком. А зачем их с собой брать? Они же уязвимы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы спасать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, он же герой. Герой должен спасать. Всякие беззащитные обязательные атрибут героя. Реально, герой же он, а то и герой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Герой не жертва. Герой не жертва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит ли это, что герой обязан, вынужден окружать себя вообще неспособными людьми? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть он все время в этой кабале? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Встречаться с ответственными людьми, которые за свою жизнь могут... Которые всегда уязвимы, в опасности, их нужно вытаскивать, спасать. Это же такая рутина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быть супергероем – такая скучная работа. Ты же буквально встаешь от этих людей. Ты сама вдумайся, вот ты супергерой, и это ладно, один день, два ты спасла, получила лавры, хорошо. Пять лет подряд ты работаешь с инфантилами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша, ты слишком серьезно это воспринимаешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного почувствовал себя супергероем, понял, что там есть свои сложности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, получилось! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, благодарный за мое новаторское мышление! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стейк, корейка, бифштег среднепрожаренный! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все, что потарили детям в шкафах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или это учительский стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, откуда все это? Менсор! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выглядит, как мясное платье у... Леди Гаки. Леди Гаки. И мы, совет школы Каспер Хай, представляем вам полностью мясной стол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты поняла, в чем смысл? В чем? Они поменяли меню, все дети едят траву. Да, учителя, да. А все остальное мясо, которое не было приготовлено, ушло на стол. Да, учителя, да. Я думал, что они отдельно себе заказали, а потом я такой думаю, ну, в чем смысл-то это все устраивать? Насегда утерянный рай! Ахахаха. А сейчас поймете, почему мясо важнейшее из пяти пищевых групп. Печенье? А-а-а! Какие-то пограничные. Да-да-да. Тогда смерть! А-а-а! Не выйдет! У тебя давным-давно срок годности истек. Понятно? Да. Ой, так не было задумано. Давай, включайся! Быстрее! Вы двое никуда не пойдете. Я же предупреждал! Такер Фоули. Частое опоздание, болтовня на уроках, подглядывает за девочками в раздевалке. Дэнни Филтен. Тридцать четыре разбитых пробирки за месяц. Пожизненный запрет на выдачу вам хрупких предметов. Но серьезных проступков до сегодня не было. Итак, джентльмены, скажите, Почему вы на пару в пухе прах разнесли школьное кафе? Дэш первый начал, это он. Забил четыре гола в прошлом матче, с него спроса нет. Вы совсем другое дело. Я назначу вам наказание позже. Мистер Бакстер, заприте дверь. Нужно найти Сэм. Мне почему-то кажется, что... Какая погрешшая в коррупции школа. Да, да. Ну не в коррупции скорее, а... Ну как это назвать? Ну в школе важны ученики, которые как-то поднимают ее рейкинг. Да, престиж. Это не коррупция. Как это сказать? Это не коррупция. Мирокантильная школа такая. Она в пинну? Может потому, что ты выдал нашу подругу призраку? А? Кстати, знаешь, что замечаю? Какой мы с тобой мультик не смотрим, везде директора максимально сомнительной души люди. Тупые. Не обязательно тупые, не обязательно какие-то такие... Они просто... Вот правда, вот вспоминай. Вот давай все. Вот в чародейках директриса тоже какая-то максимально такая неприятная женщина. Здесь какая-то... Фарагонда. Фарагонда нормальная. Фарагонда нормальная. Ладно, нормально. Слушай, к Фарагонде очень много вопросов. Очень много. У нее очень такой вайп какой-то праведной женщины. Но у нее, во-первых, ее беспорядочные связи. Во-вторых, бесконечное скидывание ответственности на детей. Детей. Но у детей там вообще какая-то дичь происходит. Можете мне хотя бы одного директора из пубкультуры в пример привести, из тех, которые, возможно, мы смотрели на канале. Допустим, вот даже в дневниках вампира. Ты помнишь, что там были за директора? Там нет директоров. Там не показывали нам директора. А, там был учитель. Там учителя мерзкие. Тот стейк все еще в здании. Метрах в двухстах. Смотри. Мясной след. Джентльмен, ваше наказание будет... Хуже, чем вы можете себе представить! Священная корова! Я мечтал об этом, но не думал, что смогу увидеть! Забавно! Суперсила у меня странным почему-то прозвали тебя. Милая, мясо полезно детям. Ужас, если ее кормить. Она будет ее кормить мясом, трэш. Ну, правда, вдумайтесь, это, мне кажется, максимальная форма насилия. Мы все культуры приняли решение, что ничего страшного в том, что мы едим плоть других существ, нет. А вот у человека родился с другими взглядами. Для него употреблять в мясо пищу животных равносильно употреблению нам в пищу мяса людей. Человека, да. И вот сейчас это выглядит максимально жутко. От мяса прибавляется здоровье. Ну, покушай. Мясо нам не нужно. Это факт. Пика! Где дисциплина, манеры, почтение? По-твоему, где они? Я все! Курочка или рыбка? Я займусь призраком, а ты вытаскивай Сэм из мясной кучи. Видишь, по мнению этой бабки, рыба все равно мясо. Тоже мясо. Так что, если бы вдруг. Вот ответ. Понял. Быстрее тебя, справлюсь. Я тебя мига вытащу, Сэм. Да что ты говоришь? Но видишь, вот зачем нужно мясо. Ты же дохляк. Это немного ломает. Так, стоп, надо разобраться. У него три фазы. Когда он человек, он прям проходит через стены. Да, и когда он типа герой. И когда он герой, но это странно. Но он все равно призрак. Но это странная фаза. Потому что он, получается, может на физическом уровне взаимодействовать с предметами окружающей среды. Но он как будто сильнее. Не-не-не, дело не в этом. Он же точно так же ловит за руки, за ноги, дерется с призраками. Точно так же, как беря в руки физический объект этого мира. То есть, это скорее такое. Это какая-то промежуточная фаза. Точнее, это захватывает оба. Да, оба мира. Ты можешь драться и с призраками, и брать предметы. КОНЕЦ КОНЕЦ Помощь идет, друг. Бежим. 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 Прикольно, да? Приготовленное мясо нас не пугает. А если бы оно было сырым? Так оно сырое. Да, оно сырое? Мне кажется, да. Типа кровавое мясо. Слушайте, это боль... Если ты немножко подумаешь, потому что по-другому чуть-чуть, да, это жуткий мультик. Жуткая серия. Эй, Дэнни, драка с монстром полет сквозь стену. Ты, наверное, бессил? Что? Конечно, нет. С чего ты это взяла? Мам, пап. Бедная лишится волос. Давай, Венюк, ключа, я пошел. Прикрывай. Там же была вторая арка. Я забыл вообще про родителей. Все это войдет в мемуары. Здрасте, мистер и миссис Флентон. Чудесный учебный день. Бедный Дэнни задремал. Мы решили отнести его домой, уложить в кровать, чтобы он не отвлекал вас от всяких важных дел. Не провожайте, мы знаем дорогу, пока. Джек, Дэнни не призрак. Ты права. Призрак Джесс. Что происходит? Ты отключился. Мы принесли тебя домой. Ты проспал. Все-таки догадались. Подожди, Джесс. Джесс это кто? Сестра все-таки? Просто сестру показали, когда он сказал Джесс. Я запутался. Я запутался. Подожди, Джесс. Они подозревают свою дочь, и мне кажется, это будет тянуться так по всем сериям, они будут пытаться разоблачить дочь. Подожди, надо же только что проверили. Ну, видимо, у него уже поняли какие-то подозрения. Четыре дня? Нет, несколько часов. Довольно, Такер. Он из-за тебя сегодня дважды был на грани смерти. Что? Так все из-за меня? Это случилось потому, что ты хочешь быть особенной. Ты лишил у нас мяса, а я его верну. Чтобы вернуть прежнее меню, тебе сперва придется меня убить. Уверен, что завтра будет опять все по-прежнему. Или нет. Может, будет хуже. Мясо. Мясо. Общество мясоедов. Мясо на шпажках. Колбаски колбаски. Что нам нужно? Мясо. Когда нам нужно? Сейчас. Прикольно, что они прям отсылки к старым мемам делают. На тот момент это были не старые мемы. Это был актуальный мем. Овощи! Даешь овощи! Даешь овощи! 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 Вы устроили митинги протеста в один день? Мы мясоеды всегда готовы к бою. Наша богатая белковая диета дает нам силы все делать быстро. Ультрафторичные вегетарианцы всегда готовы к протесту. И нам не надо готовить пищу. Так что мы еще быстрее. Ребята, а вам не кажется, что это слишком? Странный конфликт, если можно просто готовить одному и другому лагеря. Да. В основном все вегетарианцы, вот я замечаю, которые новенькие. Не которые прямо вот новенькие. Хотят обязательно все вокруг. Чтобы это тяжело. Это новый переход. Нужно максимальное количество поддержки. И, более того, вся твоя идеология, на которой была построена... Ну, еще мне не нравится, что некоторые, да? Я не за всех говорю. Не за всех, конечно, нет. Только за некоторых. Типа, ну, вы что, ребят? Только за некоторых. Ну, я преисполнилась. И теперь только мое мнение правильное. Здесь больше вопрос про... Вы должны быть, как я. Про территорий. Что обязательно в моей территории. Ну, вот, что думают, что люди... Люди говорят, я живу в этом мире, и это весь мой мир. И раз уж я принял такое решение, не есть мясо, а все люди ходят по моей территории, все теперь тоже должны... Потому что что же это такое? В моем мире все должны быть. Выбора нет. Либо ты со мной, либо против него. Ты на чьей стороне? Слушайте, знаете, что здесь должно быть? По законам жанра. Раз уж у нас появляется такое противостояние идеологии. Я думаю, что... Зеленый монстр. Я думаю, да. Должен появиться какой-то умерший веган. Я не думаю, что это большая проблема, умереть веганом. Поэтому ждем. Почему ты предаешь меня? Ребята, надо действовать. Быстро! Классно. Пока они его обнимали, он переоделся. Я такую находку прям в первый раз вижу. Спайк, ты должен сказать родителям, ты должен быть честен. Скажи о своих чувствах. Вряд ли они на тебя сразу накинутся. Я поймал ее, и Фэнтон Хват отлично работает. Я не понимаю. Если Джесс призрак, почему она не прошла сквозь сеть? Потому что я не призрак! Вы напали на меня, отравили дымом, а главное, Спайк как раз собирался раскрыть мне душу. Что скажете в оправдании? Лезь в Фэнтон Термос, привидение! Хм, опять не работает. Он растет на глазах. Хорошо бы еще удар держал. Ваша вода, сэр. Ой, спасибо! Я, Джек Фэнтон, с этого дня отрекаюсь от охоты на призраков. Ах, какой беспорядок! С ног, ты цел? Да, кажется... Жаль, твое здоровье не входит в мою сбалансированную диету! Такого я не ожидал! Такого я не ожидал! А термос не ловит призраков, потому что их не существует! Фэнтон Термос! Ну как он работает? Изменись! Изменись! Он же может всосать себя в термос! И таким образом спастись! По сути, он тоже подходит под категорию всасанным! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за термос! А, мальчик-призрак! Я был прав, а ты нет! Они есть! Ха-ха-ха! Никогда не сомневался! Ха-ха-ха! Нет! Сегодня в меню нет супа! Я изменил меню! Навсегда! Ну, работай ты! Надеюсь, я прав! Нет! В чем дело? Где призрак? У родителей бывают просветления! Призрак прямо по курсу! Вы должны быть болваном, чтобы не заметить призрак! Призрак прямо по курсу! Мне жаль, пап, но он сбежал! Тогда в погоню! Отлично! Все заново! Ну, так ты им скажешь? Нет, я, кажется, наконец понял! Для чего мне дана эта сила? Я теперь... Несчастный человечек! Мэнсон, взять эту мною! Руками? Помню! Взять кусок зерна! Руками? Мэнсон, помоги мне! Всегда рад помочь, Дэш! Всегда рад помочь! Конец! Блин, миленько! Мне понравилось! Да, мне понравилось! Я такое детство смотрела! Ну, такого жанра! Ну, очень легенький такой! Легенько, да-да-да! Серьезно? Что? Мне было немножко скучно! Серьезно? Ну, то есть, я понимаю, что... Я залипаю на такое, не знаю, мне нравится! Ну, вот, правда, залипать, наверное, да, а вот если к моим потребностям, то есть найти что-то такое... Да, нет, нет, тоже нет! Сопоставить! Ну, я залипаю, и мне интересно смотреть, что будет! Я, короче, понял, мне больше нравится контент, который немножечко противоречивый, но там всё неоднозначно, ни белое, ни чёрное, что-то около разноцветно-серое, и тогда появляется какая-то почва для дискуссии, а здесь вполне себе всё понятно, ну, с первой серии всё ясно. Возможно, там дальше появится какая-то сюжетная линия, но в основном это всё... Возможно, это не очень для реакции, но и так просто посмотреть прикольно. Да, 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 я не говорю, что сериал плохой, я не про это говорю, я говорю про то, что если бы мы на нашем канале его смотреть, подходит ли он под нашу реакцию, и думаю, навряд ли. Вот если от себя смотрю, навряд ли. Залипать, да, вообще зашибись. А вот смотреть из раза в раз, как в начале и в конце решается как бы проблема, и, по сути дела, мало куда двигается сюжет, но я подозреваю, что это мультик из такой арочной системы. Да, да, внутри одной серии. Внутри одной серии, но максимум внутри двух серий. Сейчас прилетят и скажут, ну, как же искать. Ну, ребят. Ничего себе, там сюжет двигается вообще-то очень сильно. Я буду его постоянно приедать. Но, опять же, вот есть просто мелкие проекты, там, допустим, как Финнис и Ферп, они тоже внутри одной арки будут двигаться, как ещё некоторые проектики, которые тоже... Вселенная Стивена. Вселенная Стивена. Ну, короче, не знаю, если так смотреть, мультиклассный, но как зацепку какую-то для себя, я мало что пока обнаружил. Возможно, вы меня поправите в комментариях и скажете, Саша, это пилот. Дальше там потом так развивается, так интересно становится, что аж прям помереть можно. Поэтому будем смотреть, если наберётся достаточное количество лайков под этим видео. Если он выходит на Ютубе, это здорово. Пожалуйста, поставьте лайк, если хотите продолжать смотреть наши компании. На Бусти тоже, пожалуйста, ставьте лайки, если будет у вас такая возможность, если захотите дальше с нами продолжать. Спасибо, что посидели с нами. Пока.